Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые радиослушатели, мы продолжаем нашу программу, сейчас вторая ее часть, личное утро, и в личном утре у нас сегодня Алексей Вишняков, это руководитель клиники приема пациентов неотложной медицины, стационар Гайлизерс Рижской Восточной Клинической Университетской Больницы, такое длинное название Доброе утро Доброе утро Вы на скорой приехали к нам? Ну нет, конечно, на троллейбусе вообще, если честно Да, вы уже принимали смену, дежурство меняли, да? Ну, у нас утра-пятиминутка, каждое утро без 15.08 мы обсуждаем события предыдущего дежурства, соответственно, мне нужно было отпустить прошлую смену, запустить новую смену, и тогда сразу к вам Спасибо Как прошло предыдущее дежурство? Ну, относительно спокойно, больных было достаточно много, как обычно разные проблемы, абсолютно повседневные То, что мы делаем каждый день, ну, рабочие моменты, скажем так, ничего экстремального У вас на сайте написано, что вы в год принимаете 70, около 70 тысяч человек, а в день, значит, от 140 до 260, да? В принципе, так и есть, да 140 – это очень редко, очень редко, у нас, в принципе, в районе 200 все время А что вы делаете с людьми, которые любят лечиться в больнице? Вот вы в одном из интервью говорили, что моя главная задача в благоприятных для пациента условиях сделать так, чтобы пациенту не нужно было оставаться в больнице То есть помочь ему, да? А вот есть же люди, которые очень любят лечиться в больнице Знаете, мне кажется, что это люди не которые любят лечиться в больнице, а люди, которые любят находиться в больнице К сожалению, это очень-очень серьезная проблема, потому что это то, с чем мы сталкиваемся фактически каждый день, что люди не хотят ехать домой Возвращаться? Возвращаться, да Они не хотят возвращаться домой по каким-то причинам, о которых мы иногда даже не хотим знать Потому что семейные обстоятельства, отношения в семье, условия, в которых человек живет Обуславливают то, что ему более комфортно и с точки зрения, может быть, санитарно-гигиенических аспектов И с точки зрения возможного общения, социализации, ему удобнее находиться в больнице, комфортнее Не только по состоянию здоровья, но и с точки зрения, скажем, общения с другими людьми Психологически Моциологически, эмоционально, именно так И что вы с ними делаете? Бабушки могут быть, и молодые люди тоже Видите, это как бы не совсем наша задача, пытаться углубиться в их личную жизнь Потому что тогда можно действительно сойти с ума, если с каждым таким человеком общаться в таком ключе Что у вас там дома не так и так далее Не все, конечно, хотят это рассказывать Но много-много, особенно пожилых людей, которые просто говорят, что они одиноки Что за ними некому ухаживать и так далее А потом оказывается, что полный дом родственников И просто эти люди им мешают И они это чувствуют интуитивно И, возможно, чтобы облегчить своим близким существование Хоть на какое-то время, они сами хотят находиться в больнице Мы все-таки стараемся оценивать чисто медицинские показания И если таковые имеются, конечно, человек получает ему необходимое лечение Но если медицинских показаний к лечению в университетской больнице нет Мы задействуем социальных работников и человека отправляем домой Но вы сами как руководитель работаете и как врач тоже работаете? Да, дежурю Вы как хирург, да? Да А у вас есть такие личные больные, которые именно к вам хотят попасть? Нет, я раньше работал в отделении в хирургическом И некоторые пациенты обращаются по старой памяти, грубо говоря Поскольку я не работаю в отделении, только по дежурству Но таких людей, которые возвращаются только, скажем, лично ко мне По счастью, нет Сколько у вас часов в месяц работы? Ну, это очень зависит Сейчас каждое дежурство – это сверхурочный, так называемый, вирстундес Обязательно? Нет, это совершенно фактически Ну, как бы это не обязательно для меня, как для заведующего Потому что у меня много других обязанностей и другой работы Но у нас имеется определенный дефицит дежурных хирургов И это раз Во-вторых, чисто профессионально мне, безусловно, интересно дежурить Это важно У нас в нашей больнице дежурят фактически, если мы говорим про хирургию Заведующие всех хирургических отделений У нас дежурят профессора, доктора наук Те люди, которые фактически работают ежедневно в отделениях Которые могут работать в частных структурах Ну, у нас такая, скажем, ну, годами сложившаяся традиция Что конкретно хирургического профиля касательно хирурги дежурят То есть это, чтобы не потерять навык, да, или что? В том числе, да Для того, чтобы сохранять Ну, во-первых, понимаете, есть еще такой аспект Что когда, ну, заведующий только администратор Все-таки коллектив же тоже смотрит на меня И мои коллеги смотрят на меня Стреляет метко, а не стреляет? Мы вместе с ними, например, проводим ночь Там на посту или в реанимационном зале и так далее Ну, ведь совсем по-другому люди смотрят на тебя, как на руководителя Когда он знает, что ты в 3 часа ночи вместе с ним там что-то делаешь С каким-то не совсем, может быть, приятным больным Ну, вот ирония, да, называется это, как называется, это приемный покой Да, почему называется покой, хотя там никакого покоя Какого-то называется покоя, покоем никто не знает Видимо, это, может быть, идет с 18 века Или с 19, может быть, со времен Пирогова, когда это действительно был покой Но сейчас, во-первых, фактически совершенно неправильно Называть уже нас приемным отделением Потому что мы принимаем гораздо меньше, чем не принимаем И то, что мы делаем, это совсем не прием больных, как это было раньше Потому что это была кушетка, стол, кардиограф и лаборатория с тремя параметрами И действительно 90%, даже больше, пациентов принимали в больницу Привезла скорую, положили в отделение Ну, сейчас в последнее время уже люди к этому привыкли К тому, что с большой вероятностью им придется ехать домой Но огромный объем работы, который мы делаем для того, чтобы человеку не нужно было оставлять в палате Он, конечно, никак не может называться приемом пациента То есть прием – это прием Для этого есть приемное отделение Они действительно приемные, плановый прием Где приходят люди с паспортом, с чемоданчиком Оставаться на лечение У нас неотложная медицина, которая, ну, фактически это вихрь такой, который без конца крутится Это цунами, засасывает туда все больше и больше людей Ну, у которых в какой-то момент обрывается жизнь Останавливается время Но им приходится помогать Как понять, вот если одна ставка – это сутками люди дежурят На две ставки они не могут, у них нет времени поесть Это у вас, вот, кстати, в вашей галязерской больнице Я услышал от вашего коллеги Почему врачи работают полторы ставки На одну ставку не прокормить себя, на две нет времени поесть И вот как можно вот так полностью себя отдать работе И, по сути, просто находиться круглые сутки в больнице Понимаете, у нас профессия такая Нормальный человек не пойдет там, где больно, там, где страдания, там, где страшно Видеть смерть, к ней же, наверное, невозможно привыкнуть? Ну, привыкнуть, наверное, невозможно Но такие чувства, эмоции, они очень притупляются Очень-очень, нету такого То есть нельзя переживать за каждый этот случай Есть такие экстра, которые выходят за рамки всего Конечно, мы их обсуждаем, как правило, только между собой И, ну, есть такие моменты, когда ты уходишь домой после работы И у тебя это в голове все время остается Остается даже, ну, вот вечером невозможно отключиться Все время думаешь, вот почему так происходит и так далее Но чисто эмоционально Чисто эмоционально притупляется вот это ощущение Которое для немедиков очень нормальное Да, то есть что ты видишь аварию Это ужас, кровь, человек погибает и так далее У нас мы, это работа, понимаете, это работа И также можно говорить, ну, нормально Человек не пойдет шахтером работать в шахту Потому что он знает, что там яд, не знаю, пыли Что ты, скорее всего, 40 лет Там деньги или нет другой работы? Ну, деньги, все ходят на работу, чтобы зарабатывать деньги Ведь все же, вы же тоже приходите на работу Потому что вы думаете, что вы здесь заработаете Ну, не только Да А вот это не только, у каждого свое Вот расскажите ваше не только Ну, как, ну, выбор профессии есть разный Вот есть, допустим, династии, когда человек уже знает с детства Что у него мама, папа, бабушки, все профессора и так далее Есть, может быть, какие-то чисто эмоциональные Я не могу, наверное, так ясно вспомнить В какой момент я захотел быть врачом Но у вас не династия, да? Нет, у меня нету медиков Это тоже большое счастье, что у меня нету медиков в семье Ни близких родственников И даже у нас друзья, скажем, моих родителей И друзья семьи, никто не были связаны с медициной Но я прекрасно знаю, что я знал, что я буду доктором еще в детском саду И, возможно, это связано с тем, что я довольно был болезненный И мои болезни были связаны с ухо-горло-носом И меня все время водили к одной и той же доктору Ее фамилия была Ефремкина Представляете, сколько лет прошло? Я прекрасно помню, она работала в первой детской поликлинике Детский ларинголог, да? Да, на улице Ленина 100 И у нее был вот этот, как у лоров, круглое зеркало на глазу Вот этот рефлектор И куча ужасных инструментов, которые она умела использовать так Что никогда не было больно И холодными не были И в какой-то момент я понял, что я хочу заниматься этим Еще, наверное, может быть, они еще живы, эти доктора Вот здесь на Фридриха Энгельса 9 была детская стоматологическая поликлиника И туда меня водили к одной и той же докторше, которой фамилия была Скалберга Которая тоже никогда не делала больно В те времена, это 80-е годы Это было что-то невероятное И очень долго я думал, что я хочу быть зубным врачом Но потом я передумал Но я все время, в принципе, я целенаправленно шел в медицину уже со школы И из своего, допустим, класса, из моих одноклассников Меня единственное интересовала химия И я один только пошел в медицину Какую школу вы заканчивали? Десятую среднюю школу я заканчивал, в которой я учился с первого класса В который попал я по какому-то неизвестному блату Потому что нельзя было тогда попасть Потому что мы жили в другом районе Вот, это все интересная история Но, в принципе, я хочу сказать, что в медицину я всю свою жизнь хотел идти Как осознанно шли, да, получается? У меня не было альтернатив других А хирург? Хирург? Вот это же уже вы определились Да, я пошел в хирургию Уже нужно было принимать решение на шестом курсе В какую резидентуру дальше идти Мест везде было мало Везде была такая, ну, как бы вам сказать Ну, не нищета Но везде была такая беспроцветность в плане зарплат И тогда казалось, что вот хирургия Это та, возможно, отрасль Где можно будет больше заработать Говоря вот о финансовой составляющей Но, в принципе, хирургия, понимаете Это та часть медицины Где ты много можешь делать руками Где ты быстро видишь результат своей работы Потому что, ну, вот, если мы говорим о разных профессиях Каждый тоже ведь из нас, из врачей выбирает свой путь Также есть и патологи И вы можете опять сказать, что нормально же человек не пойдет Всю жизнь работать только с трупами Но это крайне интересная и очень-очень-очень важная специализация Потому что они очень много нам говорят того, чего мы никогда бы не узнали без патологов И тогда, и судмедэкспорта в том числе Ну вот, и хирургия была выбрана мною потому Что мне казалось, что это будет быстро Что это можно делать руками Что не надо много времени проводить в кабинете с фондоскопом в ушах И разговаривать с людьми про их хронические вещи Как это делают, например, терапевты Вот, но сложилось совершенно по-другому все И, наверное, не так, как я думал И, может быть, так, как вообще я не представлял, что так может быть Потому что я себя не представлял администратором на самом-то деле Когда я был в резидентуре и работал на скорой помощи Достопочтенный господин Семен Штрих Который был руководителем Рижской скорой помощи Заставлял молодых врачей сертифицироваться Для этого нужно было пройти, на самом деле, не резидентуру Как сейчас, пятилетнюю А нужно было пройти несколько серьезных курсов И, в принципе, после трех лет работы можно было сертифицироваться Но я сертифицировался только потому Что сертифицированному врачу, в отличие от простого врача Там платили гораздо больше Я получил этот сертификат Да, я этот сертификат неотложной медицины Врача неотложной медицины получил Так многие коллеги в то время делали Получил его гораздо раньше, чем сертификат хирурга Потому что я его получил еще пока был резидентом Но я не думал, что это мне как бы в моей жизни Что-то будет влиять Кроме того, что пока я еще немножко работаю на скорой помощи По уставке, которая уже длится 20-й год Вот, я думал, что, наверное, деньги – это хорошо Но я связывал себя с хирургией И потом, когда я закончил резидентуру Я остался работать в Гальзерсе, в хирургическом отделении И пока я там работал В 2007 году стали искать человека, который бы занялся проектом Строительства и организации новой неотложной клиники Которую много лет называли новым приемным Ну и в 2007 году доктор Платко, который руководил Гальзерсом Гальзерсом предложил мне заняться этим делом И причина была такая, что в больнице Гальзерс я был единственный У которого был сертификат неотложной помощи Как он выстрелил, да, где? Да, и тогда я начал заниматься постепенно строительством Потом архитектурой, дизайном Ну, конечно, с многими очень хорошими и качественными специалистами в своих областях Но это все нужно было как-то объединять И фактически, да, мы тянули очень долго Поскольку менялась, была сначала эта больница Гальзерс Была под самоуправлением Потом она стала государственной И потом объединили в восточную больницу То есть, ну, несколько стационаров вместе То есть, постоянно менялось руководство, финансирование Проект этот затянулся Очень долго построенный дом стоял пустой Ну и, короче говоря, вот так вот с 10-го года ноября месяца Мы там работаем, мы счастливы И поменялась, конечно, моя жизнь Потому что я стал заниматься организацией Я стал собирать персонал Мы собрали с коллегами шикарную команду Которая очень хорошо работает Которая, я надеюсь, получает удовольствие от своей работы Не только от зарплаты И то, что вы спросили То есть, как это все произошло И как это все пошло И почему вот не финансовое Не финансовое Это огромное удовлетворение от того Что люди, которые работают со мной Получают удовольствие от того, что они делают У нас в студии Алексей Вишняков Глава отделения приемного покоя В больнице Галезерс А вы были здесь Вообще правильно называется Это клиника приема пациентов И неотложной медицины То есть, это Вы видите сразу человека Когда на него смотрите Симулянт И так же и врачи Сколько он продержится Сколько времени Подавка с командой Про пациентов Ну, все время хочется избавиться от этого Я вам так скажу Потому что вот эти предрассудки Они очень мешают вообще работать И приводят к достаточно серьезным ошибкам Это вот не только касательно симулянтов А касательно вот тех, что называют бомжами Или алкоголиками и так далее И то, к чему я пришел сам И то, что я пытаюсь все-таки Если так можно сказать Вдолбить в голову молодым коллегам Что нельзя делать так Как вот вы говорите Видите Даже если тебе кажется Что ты видишь Тебе только кажется И бывают совершенно Непредвиденные И очень серьезные Случаи Которые изначально нам кажутся Какой-то ерундой И бывает совершенно наоборот Когда ты смотришь на человека Что вот он очень серьезно болен Возможно и так далее А в конце концов Получается, что он Как вы выразили Симулянт Ну, наверное, да Возможно, симулянт Или мы еще называем их Агровантами То есть, есть Агровация Это Ну, есть такая тенденция у людей То есть, что-то где-то кольнуло И из этого Ну, делать из мухи слона, грубо говоря Вот Но мы не можем Мы должны В принципе, врачи должны быть эмпатичны Особенно в неотложной медицине То есть, эта эмпатия С нуля начинает смотреть на человека У нас есть пациенты Вот, которые приезжают регулярно Регулярно приезжают С одним и тем же Или с разными болячками И в конце концов Вдруг у этого человека Которого отразясь Ничего серьезного не было Вдруг инфаркт Да, у нас есть пациентка Которая Ну, хорошо, если раз в неделю Она приехала Это счастье Если не два, не три, да Которая один раз была тоже Привезена на скорой И наступила у нее клиническая смерть И вы представляете Ее успешно реанимировали И она продолжает к нам приезжать Скажите, а как вы относитесь к автаназии? Непонятно Не знаю я Не сформулировали для себя Мы много об этом думали Я думаю, что Человеку нужно дать Возможность принять решение Пациенту Потому что Те мучения Которые мы продлеваем Как врачи Это негуманно Это действительно То есть то, что мы видим Онкологические больные Которые заведомо уже Например, онкологические Которые заведомо Не получают от жизни Больше ничего Кроме страданий Мы не даем им возможности умереть Современные технологии Позволяют этих людей Лечить То есть наша задача Облегчить их страдания Но этого не происходит Потому что страдания Не только физическая боль Или там гной Который течет у тебя каждый день У тебя вся квартира воняет Это больше, наверное, моральное страдание И ощущение, что человек Становится обузой И это очень страшно И эти люди Которые смотрят на тебя С надеждой Что ты не будешь Продлевать им мучения А мы не можем Им не продлевать мучения Потому что мы должны Ну, лечить Как бы, да Ну, вот это лечение Так называемое Палеотивное Для этого и есть Это отдельно Специалисты Которые этим занимаются Оно как бы не предполагает Не подразумевает Эвтаназию Но мне кажется Что человек должен Иметь возможность Принять решение На тот момент Пока он еще Критичен Вразуме Да Да И мы должны Это решение Как бы Ну Принять И не действовать против Это то же самое Как вот Говорят Что Не реанимировать Что люди Там татуировки себе На груди делают Не реанимировать Вот если со мной Что случится Видели такие Не реанимировать Здесь нет Здесь нет Я видел таких людей За границей Это как правило Игнорируется Все равно Это игнорируется Да Но Нету такого закона Что по татуировке На груди Мы человека Не будем спасать Да Вот Все Нас Скажем В наших этих действиях Конечно ограничивает Законодательство Ну Как есть Так есть Мое личное мнение С другой стороны Я бы не хотел Участвовать В этом процессе Эвтаназии Это опять Другая сторона Да То есть Да Примем звонок Да Надевайте пожалуйста Наушники Вот рядом лежат Любые Да Алексей Вишняков У нас в студии Здравствуйте Слушаем вас Доброе утро А вот у меня вопрос К вашему гостю Как ему удается Сохранять Психическое здоровье Ведь не только Капризные больные Но с ними Иногда приезжают Можно сказать Самоседшие Неадекватные Родственники Которые что-то Требуют Кричат Шумят И тому подобное Как у него Это получается Спасибо Да Лариса Алексей Два метра Ростом Нет Метра 88 Мне помогать Но Алексей Выглядит таким Родственники Тоже разного Таким сильным Да Сильным Богатыр Все-таки Физические данные С психическим здоровьем Не очень связаны Спасибо За вопрос Как вы Знаете О том Как иногда Происходит Мы Это часть Нашей работы Я скажу так Это часть Нашей работы И Коммуникация С Возможно Не совсем Адекватными Людьми Это тоже Наша повседневность Скажем так Здесь больше Речь идет Не о психическом Здоровье Наверное А о Способности Сохранить Спокойствие В коммуникации С не совсем Адекватными Родственниками Потому что Ну пациентам Как бы Дозволено все Вот родственникам Все-таки Я считаю Что нет Но мы пытаемся Понимать Что люди Которые Попадают В больницу Ну в критической Ситуации Они И их Родственники Это Такой Вакуум И ведущее Как правило Ведущее чувство У людей Это все-таки Страх Неизвестность Конечно люди Боятся Умереть Стать инвалидами И так далее И Я стараюсь Если вам честно Сказать Я стараюсь Только в крайних Случаях Подключаться К этим Разговорам И к этой Коммуникации У меня Прекрасная Команда Хорошо Обученных Людей Которые Ежедневно Я считаю Достаточно Достойно С этим Справляются Как мы Себя Охраняем И вот Этот вопрос Юридический В том числе Безопасность Но и Возможность Вообще Нормально Работать Есть Некоторые Юристы В том числе И в нашей Стране Которые Настаивают На том Что каждый Пациент Имеет Право Вокруг себя Собрать Все свое Семейство Во время Получения Скажем Услуг Медицинских И называется Это с точки Зрения Законодательства Поддержка Семьи Но если Эта семья Его поддерживает Это одно Но если Эта семья Скандалит Это совсем Другое Поэтому В нашей Клинике Мы Как бы Рутинно Не позволяем Родственникам Находиться Рядом С больными И парадокс Заключается В том Что зачастую Родственники Которые пытаются Ворваться Вовнутрь И Требуют Что Я хочу Быть с ней И так далее Когда мы Задаем вопрос Самому пациенту Он не хочет Зачастую Видеть своих Родственников В этот момент И Конечно Желание больного Для нас Главное Но надо Надо понимать Что Кроме Одного Больного Есть еще Как минимум 30 других Которые Возможно Не желают Видеть Посторонних На территории Отделений Мы стараемся Уладить Все эти ситуации И по счастью Я хочу сказать Что И пациенты И родственники С пониманием Относятся К нашим Правилам И скандалов В принципе Немного Немного Спайс Это Такой Черная полоса В вашей биографии Это был ужас Это был ужас Ужас Это был ужас Ужас Это был такой ужас Что мы не знали Что делать Сколько лет Уже Наверное Пару Больше Три года Года три Наверное Это был каждый день И каждый Из Употребивших Употребивших Спайс Привносил Что-то новое Новые Психозы Новые Галлюцинации И мы одно время Ей Богу Ну вот Разговаривали о том Что Похоже Что эти люди Видят ад Потому что То что они Делали То что они Из себя Вот Как в фильмах ужасов Как был Омен Этот Когда маленькая девочка Там Высказывает Совершенно Не своим голосом Совершенно Что-то такое ужасное Вот Это было Именно это И это происходило Каждый день Это происходило По нескольку Раз Денег Не брали Никакие Успокоительные Это было Просто ужасно Это было ужасно И мы Очень благодарны Нашим Правоохранительным Органам Что это Прекратилось Так резко Прекратилось Вообще Это прекратилось Довольно резко Да В один момент И довольно Оперативно Приняли решение Ну Понимаете Все же точки Были известны Да Все точки Были известны И сами Эти Пациенты Нам говорили И мы знали Все адреса И где это Находится И знали Что продают Но не знали Что внутри И до сих пор Мне кажется Никто не знает Что там было внутри Эти смеси адские Они Да Но это прекратилось Очень быстро Дети и утром Приезжали к вам Были случаи Когда и до школы И во время школы И утром И днем И вечером Без конца То есть это было Какое-то такое Это был просто А возраст Умун После У нас В то время Мы принимали 16 лет Но от 16 И старше Как говорится А сегодня Какой бич Пролежний Да Пожилые Пожилые Одинокие Брошенные Хронически больные Пациенты Да Не только пролежние Но в принципе Брошенные Они поступают С переохлаждением Они поступают Совершенно Никаким образом Не мытые Много месяцев И так далее И так далее Да Это проблема И эта проблема Она Ну В одни ворота Что называется Да То есть Кто-то вызвал Соседка Там Или Родственники Вернулись из Ирландии Через год увидели Что лежит на полу Их привозят к нам И вывезти нам их Некуда Они занимают место Им нужен уход В том числе И медицина Конечно Нужна И так далее Но никто из них Нездоров Не было такого До этого Ну Это какое-то время Происходит Или это Последнее время Это более актуально Стало Я скажу так Ну Последние пару лет Особо актуально Я думаю Потому Что Во-первых На самом деле Люди могут Возможно Сейчас Иронично Улыбнуться Но Качество Медицинского Обслуживания Улучшилось Если раньше Люди погибали От сердечно-сосудистых Дезаболеваний То сейчас Им ставят Стенты В сердце Если они принимают Лекарства Эти лекарства Значительно улучшают И качество жизни И продолжительность жизни То есть пожилых людей Становится все больше и больше А молодые люди Которые не находят себя У нас в Латвии Они Нашу страну Покидают И эти люди Ну в какой-то момент Приходит эта немощность Понимаете Если человек не умер От аварии Или вдруг от инфаркта То эта немощность Она рано или поздно Приходит И тогда Ну вот это самое страшное Когда У тебя зацепился на газ Коврик Ты упал Сломал ногу И у тебя нету Телефон Два метра Лежит на тумбочке И ты просто лежишь И ждешь Пока что-нибудь случится И вот это что-нибудь Когда-нибудь случается И таких случаев Мы видим все больше и больше Еще звонок у нас Надевайте наушники Пожалуйста У нас в гостях Алексей Вишняков Глава клиники Прием пациентов Неотложной медицины Гайлизерса Пожалуйста Слушаем Здравствуйте 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 Анатолий И вот Возил вниз на облучение Назад привозил И мне считали уже Как-то Я хочу спросить Как изменилось Лечение и прочее За эти годы За 20 лет Да получается Ну Это как раз Продолжение Того о чем мы говорили Конечно Нельзя сравнить Как мы работали 20 лет назад Когда я начинал С санитаром И как это происходит Сейчас Во-первых Диагностика Очень улучшилась Диагностика Качество диагностики Если раньше был рентген И постепенно Ну Как господин сказал 20 лет назад То есть компьютерная томография Была в экстренных случаях Да Сейчас Диагностика Это И лучевая диагностика Компьютер Магнитный резонанс И Инвазивные методы Лечения То есть без Больших разрезов Лечение на ранней стадии Если мы говорим Об онкологии Безусловно Это Лучевая терапия Это Химиотерапия Которая совершенно Другая Очень развивается Медицина Очень развивается Диагностика И методы Лечения Тоже Безусловно Прогрессируют У нас Специалисты Которые Работают В университетской Больнице Вообще Уже С резидентуры Те врачи Которые Собираются Связать свою жизнь В дальнейшем С медициной Серьезно Ездят По программе Обмена В зарубежные клиники Набираются Этого опыта В принципе Мы тоже Много Где были И много Чего видели В своей жизни И если Раньше Мы ездили В зарубежные Клиники С таким Ну Пиететом На них Глядя И завидуя Немножко То сейчас Я хочу сказать Что к нам Приезжают люди Которые Касательно Моей клиники Приезжают И восторгаются Тем Как все Происходит Потому что У нас В отличии От многих 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 Зарубежных Клиник И те Кто бывали Когда-то Вот В отделениях Неотложной Помощи Где-либо За границей На западе Я имею ввиду У нас Крайне Доступна Неотложная Помощь Со стороны Специалистов Узкого Профиля То же самое Америки В Англии Работают Общие Врачи Неотложной Медицины Которых Мы тоже Готовим Которые Выполняют Свою функцию Но у нас Доступны И урологи И гинекологи И микрохирурги И кардиолог И невролог И нейрохирург И травматолог Ортопед И все это Происходит Круглосуточно И пациент Который Приезжает Он может Получить Консультацию Высококвалифицированного Специалиста Сразу И это Немножко Все-таки Отличает Нас От Других Клиник В мире Потому что Врач У нас Стоит Достаточно Дешево То есть Невозможно Представить Чтобы в США Допустим В Чикаго Дежурил Высококвалифицированный Кардиолог Например Консультировал Острых больных Это невозможно Потому что Это стоит Безумно дорого А у нас А у нас Это возможно И это очень хорошо Это то Что у нас Хорошо То есть Люди Приехавшие На скорую помощь Они не видят Одного врача Это может быть Несколько консультантов Это консилиум Токсикологи Специалисты по сепсису Интенсивисты Анестезиологи Все участвуют Это все Ради больных Ну Это больным Хорошо А врачам Врачам Тоже Легче Да Ну вы представляете Если я один Или настрое Или пятеро уже И я могу позвать Любого консультанта То есть Если я дежурю Как хирург И вижу Что это не хирургически больной В принципе Не надо много думать Я вызываю Например интерниста Он вызывает потом Нефролога Да Специалиста по почкам Например Это и пациенту лучше И нам легче Потому что мы можем Сразу пациента Госпитализировать В узкопрофильное отделение Какую зарплату За 160 часов в месяц Должны получать Хирург Медсестра Хороший вопрос Почему это пациент Пишут Не знаю почему пациент Ну и какие пенсии Да Это вот вопрос Отслуживаясь К этим Одна смена Ставка Я не могу вам сказать По поводу пенсии Потому что я не знаю Нет Имеется ввиду Какую должны То есть По вашему мнению Что вы думаете Какую должны В Латвии Да Я считаю Что Человек Который Работает Не может Вернее так Не должен Хотеть Невозможно Есть Определенные Моменты То есть Все время Идет речь о том Что зарплаты Маленькие Маленькие Речь не идет О цифре Которая маленькая Либо большая Речь идет о том Что полученные Деньги Не соответствуют Тому Что человек Вложил Чтобы в этой Профессии Работать И безусловно Чем больше Мы зарабатываем Тем больше Мы тратим Тем выше Становится Уровень жизни И так далее Но я бы хотел Я вам скажу так Я бы хотел Приехав на конгресс Международный Чувствовать себя На уровне Что 100 евро За Так называемый Галла Диннер Для меня Не было бы Проблемой И мне не нужно Было бы искать Не знаю Спонсоров Или Где-то экономить Чтобы позволить Себе Пойти На этот Торжественный Ужин Не думая О том Что эти 100 евро Возможно Мне потратится На эталон Ну например Вот То есть это Мы должны Себя чувствовать На уровне То есть этот Комфорт Он наступает Тогда Когда Твои Траты Все-таки Становятся Меньше Того Что ты получаешь И Если мы Говорим О конкретной Цифре То Конкурентно Способная Зарплата Должна Зависеть Конечно От профессии И квалификации И от того Насколько человек Добросовестно Относится Ну К своей работе Я наверное Воздержусь Называть Конкретные Цифры Потому что У каждого Эта цифра Своя То есть Я считаю Что Не может быть Так что Врач Который Отучился 6 лет Стартует В резидентуре Получает 600 евро Это абсурдно Абсолютно Люди Не могут Вложиться В образование В Развитие Они не могут Себе позволить Ездить На какие-то Конгрессы Потому что Они еще Никому не известны И никто Их не поддерживает Финансово Мы много Очень публикуемся И у нас Есть В больнице Есть Афонд Который По возможности Помогает Молодым специалистам Посетить Тех конгрессов В которых Они участвуют Но Ненормально Когда человек Не может Себе позволить Фактически Ничего И это Та ситуация Когда Люди Видят Решение В том Что Находясь На работе 20 суток В месяц Он просто Не тратит Эти деньги И тогда Каким-то образом Они на отпуск Накапливаются Конечно Это не должно Быть так Но Опять же Должна быть Очень весомая Разница Когда ты Уже становишься Сертифицированным И уже работаешь Как говорится С полной Отдачей И безусловно Мы не должны Бороться За возможность Работать Сверхурочную Да А черный юмор Это заразно Заразно А как он появляется Почему у врачей Он все время Такой черный Ну Это самозащита Понимаете Есть вещи Которые понимают Только медики Ну Ей богу Есть вещи Которые Вот Я могу сказать Что-то Вот Медики Поймут Нет Вот Именно поэтому И не скажу Потому что Вас слушают Не только медики И могут подумать Что я все-таки Не сохранил Своё психическое здоровье На должном уровне Вот Поэтому Есть вещи Которые Это самозащита Наверное С какой-то точки Ну вот Если так подумать Самозащита Когда мы себя Циничным И иногда Грубым юмором Пытаемся защитить От тех эмоций С которых мы начали Сегодня Когда вы спрашиваете По поводу Вот Как это Вот выдержать И всё Да Мы можем Между собой Даже иногда Может быть Грубо отозваться О какой-то Не совсем Уравновешенной Родственницы Но Это останется Между нами Это наверное Не совсем Этично Не совсем Правильно И Может быть Даже совсем Неправильно Но Есть какая-то Самозащита Которую Таким образом Медики Используют Но вам-то это помогает? Мне лично Да Мне помогает Мне особенно помогает То, что меня понимают То есть Если я хочу Съязвить Каким-то образом Что люди Понимают Что это Не злая шутка Начальника Который хочет Избавиться От работника А это Просто шутка Из которой Каждый делает Свой вывод Надеюсь По возможности Правильно Ну что Ещё один звонок Напоследок Будем уже прощаться С доктором Пожалуйста Здравствуйте Слушаем вас Лаврит Меня зовут Юрий Алексеевич Доктор технических наук Я перед нашими Врачами Снимаю шляпу Меня пять раз Вытаскивали С того света Вот тут Семейные врачи Ну допустим Алла Сокальская И Алла Но Мне 73 года Я ещё бегаю Как козёл Но когда я смотрю Что происходит С людьми Которые уже Так сказать Не могут ходить Не могут Себя обслужить И так далее И так далее Я думаю О достойном Выходе С этого света Возникает вопрос Когда у нас В Латвии Будет автаназия Вот я считаю Это достойный Выход Прощания с землёй Да Мы об автаназии Уже говорили Но вот Вопрос Когда она будет Может быть Это вообще Не ко мне вопрос Вообще Это вероятно Я думаю Что это очень вероятно Я думаю Что это вероятно Но говоря Всё-таки С большего У вас очень Позитивные слушатели На самом-то деле Удивительно Всем здоровья Им И на самом-то деле Долголетия На такого долголетия Чтобы В момент Красивого Угасания Жизни Люди Сохраняли Главным образом Светлый ум И это Очень важно И мне кажется Что если человек Вот с молодостью Уже злобный И Не 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 помогает Другим Возможно Благородствовать Нету Эгоисты Они Они Сами Себя Сжирают Это Тоже Очень Видно Вот Медицине Это Видно То есть Ты Видишь Человеческие Качества Они Если человек Позитивный Если он Ну Всё время Позитивный Позитивные эмоции Дают не только Энергии Но и к сожалению И к счастью Они дают и здоровье Здоровье Это очень важно И В течение жизни Человек Должен Заботиться Конечно О себе Чтобы в 73 года Мог бегать Спасибо Доктор Я прошу прощения У нас тоже свои тут Есть нюансы О которых вам неизвестно Нам пора заканчивать Спасибо Спасибо большое Алексей Вишняков Был в гостях У нас Глава Клиники Приём пациентов И неотложной помощи Спасибо И хороших вам Хорошего Лёгкой Лёгкой смены Да Хорошей смены Лёгкого Хорошего Нескучной вам ночи Иногда Говорю я Когда я хочу Чтобы было побольше больных Тем Кто меня Вывел Спасибо Мы заканчиваем Спасибо Здоровья всем Наталья Михайлова Провели это утро Была с нами также Алёна Борисова В первой части Хорошего вам дня До свидания